В деле экс-министра культуры Арстанбека Мухаммедиулы перемены. По данным следствия, к хищению бюджетных миллионов мог быть причастен не только бывший чиновник, но и другие люди, в их числе Алмаз Нурасхан. Он работал в свое время и в Минкульте, и в Национальном музее, ну то есть, по сути, был коллегой Мухаммедиулы. Как вы помните, Антикор подозревает экс-министра в коррупции. Сумма, скажем, откровенно не самая впечатляющая. 221 миллион тенге. Видели мы аппетиты побольше, взять хотя бы историю с выставкой Экспо и украденными миллиардами. Но в правовом государстве важен закон, если нарушил. Будь добр, отвечай, при условии, что вина будет доказана. Интересно в этой истории то, на чем, как утверждает следствие, могли нажиться Мухаммедиулы и Нурасхан, ну по сути, на самом сакральном, золотом человеке. Адилю Нерваев с подробностями. Некрасивая история из хранилища тайны секретов получила неожиданное продолжение. С самого начала дело бывшего директора Национального музея и экс-министра культуры окутано противоречиями и недомолвками. Задержание Мухаммедиулы то подтверждали, то опровергали. Видеообращение самого подозреваемого чиновника и слухи о его попытке самоубийства только подогревали резонанс. И вот спустя 8 месяцев расследования и нахождение экс-министра под стражей в деле появился новый фигурант. Алмаз Нурасхан работал с Сарастамбеком Мухаммедиулы в Национальном музее его заместителем. И по данным следствия участвовал в хищениях. Информации о предполагаемой схеме преступления крайне малом, точнее вообще нет. В Антикоре лишь сообщили, что подозревают бывших директора и зама нацмузея в хищении 221 миллиона тенге. А случилось это якобы во время серии выставок шествия золотого человека по музеям мира. Нурасхан в сговоре с Мухаммедиулой и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 миллион тенге. При реализации проекта международной выставки. Санкции специализированного межрайонного следственного суда города Астана Нурасхан заключен под стражу сроком на 2 месяца. Кто эти, другие лица, которые участвовали в хищении, как они это делали и куда потратили? Вопросов к антикору, конечно, много, но ответ пока один. В интересах следствия информация разглашению не подлежит. Зато много интересного нам рассказал адвокат экс-министра культуры. Сам Мухаммедиулы и его защитники настаивают на его невиновности, а также на том, что в деле нет доказательной базы. По словам адвоката Тагира Сисинбаева, задержанный Алмаз Нурасхан работал директором нацмузея до прихода Мухаммедиулы. И все закупки для будущей выставки проводил самостоятельно. Он заключал контракт на поставки экспонатов и оборудования. Он подписывал все финансовые документы. Он перечислял деньги. Он связывался с администратором программы, с Министерством культуры. Мухаммедиулы вообще не имел отношения. Службы антикоррупционные, они его привлекали в качестве свидетеля. Я понимаю, для чего. Возможно, они хотели заключить профессиональное соглашение, чтобы он дал показания на Мухаммедиулы. Тагир Сисинбаев намерен продолжать защиту своего клиента. А свое несогласие с действиями антикора он оформил в жалобу. Но в антикоре стоят на своем. Следователи подозревают его сразу в нескольких эпизодах хищения бюджетных денег. Не только по программам Национального музея, но и в бытность его министром культуры. Сам экс-министр с мая прошлого года находится в СИЗО. В прошлом месяце ему вновь продлили срок ареста. До конца февраля этого года. Когда дело поступит в суд, пока неизвестно. Именно там поставят точку в том, было ли преступление или нет. Что можно сказать точно, так это то, что сам судебный процесс обещает быть не менее резонансным, чем вся история до, включая задержание. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Студия-7». Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно. Субтитры создавал DimaTorzok